Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Лурли Мур, и добро пожаловать, внимание, на новую рубрику. Да-да, у нас будет новая рубрика под названием «Необычные эксперименты», на которой мы будем творить жесть, и всё, что только возможно, всё очень странное и необъяснимое. И поэтому ставьте лайки, если вы хотите увидеть побольше. Я думаю, что в конце концов данная рубрика станет одной из ваших любимых, помимо сериала, потому что здесь, кроме заунывных, там, не знаю, обзоров на различные корабли, вы увидите реально некий трэшак. Поверьте, я к этому готовился, и сегодня у нас будет необычный выпуск. Если вы помните, на одном из моих популярных видео про пожирателя кораблей Мава, вот такого вот красавца, который реально сжирал корабли, то есть он способен сжирать корабли. Вот такой вот осьминожек, да, он небольшой, кстати говоря, у него есть даже вооружение, вот здесь у нас головная часть данного Мавика. И что интересно, что данный Мав, я думал, что он большой, ну, я давным-давно делал на него обзор и забыл про его размеры, но это не питает. Дело в том, что данный корабль, мне любопытно, сколько он сожрать может. И вообще, что он способен сделать. И здесь, как бы, предыдущий корабль с предыдущего видео, Зеро, перед нами стоит. Почему бы не протестировать желудок данного корабля относительно данного корабля, то есть данного осьминога относительно инопланетного корабля. Почему бы нет? Инопланетянин против осьминога, осьминог против инопланетянина, и посмотрим, что из этого получится. Тут, конечно, есть щиты, и, кстати, мы говоря, мы проверим щиты против зубок осьминога. И я хотел бы сказать, вот что, ребята, у данного осьминога нет щитов, поэтому включать вооружение данного корабля, то есть делать ихний махач, я не собираюсь. Почему? Ну, во-первых, у меня FPS сейчас скачет между 17 и 30, это будет не очень хорошее решение, плюс, если я включу вооружение, тогда будет полный трэш. Если, конечно, мне когда-нибудь какая-нибудь феечка заблагодаросудит задонатить, зубная феечка, я надеюсь, что не зубная, ну или какая-нибудь, короче. Если мне повезет поменять ПК, конечно же, вы увидите очень красивые сцены и интересные сражения. Ну, а пока что мы будем довольствоваться экспериментами, до которых мне позволяет мое железо. И сейчас мы будем пожирать этим мавом данный корабль. Так, кто-то из моих подписчиков писал, что ты не полетал на этом корабле, я хочу увидеть, какое он движение. Ладно, я исполню твое желание и сейчас полетаю на данном корабле, чтобы... Ты еще раз убедился в том, что ничего особенного в полете с Эрой нет. Она довольно хорошо управляется, довольно маневренная. И, в принципе, что еще сказать по поводу этого? Ну, окей, норм корабль. Сейчас увидите все сами. Так, блин, еще надо прицелиться, сесть без прицела. Так, ну, полет назад. Давайте включим дисплей, чтобы был виден скорость. Так, видно. Назад летит так себе. Это означает, что тормозить он будет не ахти и как. Вперед он, естественно, будет лететь быстрее. Хотя у меня здесь нет лимита на скорость. А теперь пытаемся лететь вперед. Так, что там происходит? Мне показалось или... А, нет, мне показалось. Мне показалось, что мой беллерафон там куда-то летает. На заднем плане. Ну, скорость вперед, естественно, добирается очень хорошо. Кстати говоря, я что-то не понял. Хм, данный корабль тормозить довольно-таки неплохо. Это даже лучше, чем то, что я ожидал. Вот, посмотрите, набираем скорость не очень быстро. Ну, где-то вот за несколько секунд стольник. А потом получается, что очень быстро ее сбрасываем. Что ж, это мне нравится. Это мне нравится. Но сегодня тело, тело, блин. Дело не в том, чтобы тут лететь на данном корабле. Суть эксперимента заключается в том, чтобы осьминожек съел данный корабль. Так, посмотрим, съест ли он его. Как он его будет есть вообще. И будет ли он его есть вообще. Так. Пришвартовываемся. Тем, кто сгорает от нетерпения, я прошу вас прощения. И также скажу, что наберитесь терпения, ребята. Терпение вообще полезное качество в жизни. Так. Так, 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 так. Вылезаем отсюда. Сейчас мы быстро доберемся до кокпита. Нашего самого осьминожка. Текст, 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 текст. Все. Напомню, что все делается в режиме реального времени. Без вырезок и прочего. Поэтому, надеюсь, вам будет это интересно. Так, сейчас добираемся. Вуаля. Все. В принципе, мы в мафе. Осталось единственное, что сделать. Правильно. Включить эти... Как их называются? Резаки. Некоторые резаки почему-то крутятся, а некоторые нет. Давайте включимся, чтобы все покрутились. Вот сейчас они все крутятся. Думаю, вам чуть-чуть видно, что они все крутятся. Короче, крутотичка. Итак, начинаем. Начинаем наш марлизовский балет. Так. И что мы получаем? Пока ничего интересного. Пока ничего интересного. Но если мы нажмем клавишу 2 и 3 и прихлопнем сверху и снизу, то у нас уже получается довольно интересная картинка. Как тысячу резаков разрезают наш нос корабля. Вы смотрите, как это эпично выглядит, а. Конечно, не так сильно эпично, как хотелось бы, потому что у данного корабля есть щиты. Ну, вы все прекрасно знаете, что пока щиты не закончатся, он не станет его распиливать. Ну, а щитам-то жить осталось, на самом деле, не так много. По-моему, кстати, дело пошло. Все-таки некоторые блоки стали распиливаться. Ну, тогда мы увеличим площадь прикосновений и посмотрим, как быстро дело пойдет. Ну, как бы сказать. Я ожидал, что это будет как-то пободрее, что ли. Реально, как-то пободрее. Ну, кстати, дело идет. Да, дело идет. Мавик жрет там что-то. Как-то жрет потихонечку. Она что-то слишком медленно. Ну, давай, жри, жри. Эээ. Все-таки я подозреваю, что там есть щиты, которые еще и не закончились. Давайте посмотрим за всем этим процессом сблизи. Да, как-то не шустро все это происходит. Я ожидал как-то большего, что ли. Хм. Эээ. Эээ. Так. Ну-ка. Так, я пока нажму на паузу, пока весь этот медленный процесс идет. И так, спустя некоторое время я обнаружил, что все-таки распил идет, в принципе, медленно, но он идет. Все-таки распиливание работает. Имеется в виду, что если вы хотите неспешно съедать корабль, очень неспешно, ну, тогда это для вас. Потому что, обратите внимание, да, это красивое зрелище, на самом деле. Потому что, в принципе, все работает, все сжирается, искры летят. И там, не знаю. Смотрите, какое большое количество резаков одновременно поглощает данный корабль. При том, что всю носовую часть уже скоро, то есть, и не будет, да, ну, вот уже, как бы, распиливается. Я все-таки подозреваю, тут немножко мешает нам генератор, то есть, щиты нам немного мешают. Но пока я не съем весь этот корабль, я не успокоюсь, если честно. Вообще не успокоюсь, ни разу успокоюсь. Так что, едим дальше. Я буду вам показывать ключевые кадры с пожиракой. Итак, дорогие друзья, я решил не мешкать и пойти все-таки вырубить эти треклятые щиты, потому что они, возможно, замедляют нашу работу. И, в принципе, как только зашел внутрь корабля, вижу, тишина, идиллия, покой, как будто бы его никто и не ест, ничего плохого и не случается. Это забавно, кстати говоря, вообще. А сейчас мы зайдем в моторный отсек, и что мы видим? Вау! Уже пасть Кракена, огромная пасть Кракена, здесь уже вовсю трудится, работает. Вот только посмотрите на это, то есть это жесткость какой-то, реально. Все-таки здесь пожираются блоки, и нам надо всего лишь убрать вот эти вот блоки щитов, потому что эти щиты, блин, очень быстро восстанавливаются. Хотя, хотя, может их оставить. Давайте сделаем так, я их уберу на этот раз, ну а вы в комментариях напишите, что в следующих экспериментах стоит убирать щиты или не стоит, или, там, не знаю, вы хотите видеть долгое видео про то, как корабль исчезает в пасте какого-то животного существа. Ладно, тыц, и тебя тоже, тыц. Сейчас будет, наверное, очень быстро дело пройдет. Да, как вы видите, дело прошло быстрее. Не очень быстро, но все-таки дело прошло быстрее. Нам отсюда вылетать. Вот так вот выглядит пожирание, ребят. Да, любопышно. Часто дело пошло, конечно, быстрее, но в качестве оружия применять данную машину, не знаю, это нецелесообразно, потому что она очень медленно справляется со своей задачей, то еще и кривит немного, и ее надо все время корректируйте, смотрите, нижняя такая челюсть такая выдвинулась вперед, такая, и все медленно, как-то, реально. И все это происходит довольно неплохо с одной стороны, но чистое пожирание не получится, все-таки ему нужна будет салфеточка, чтобы вытереть свой огромный ротик от кусочков данного корабля. Ну что ж, пока процесс идет дальше, давайте попробуем, посмотрим, что там еще внутри можно отпилить, что нам не мешало бы. О, боже, искры везде летят искры. Так, в принципе, мы избавились от щитов, есть ли у нас тут еще щиты, и от щитов больше нет. В принципе, нам больше ничего не мешает, в таком случае мы просто будем наслаждаться пожиранием нас. Вот так вот. Ау, дорогие друзья, если бы YouTube мне позволял бы вставлять интересные музыкальные композиции, но, к сожалению, все самое вкусное запрещено. Блин, как и с вкусной хитой, она вредная. Хотя нет, музыка не вредная, но она запрещенная. Я понимаю, всем надо зарабатывать, но тут такое творится просто, просто реально просто очень и очень очень зрелищная картина. Я аж начал заикаться, да, но это действительно красиво. Будем смотреть дальше, что будет твориться с нашим кораблем. Кстати говоря, надо отсюда вылететь и показать вам, как обстоят дела. Он все еще ест нос, да, он все еще ест нос, так что это не ахти особо. Но пока я не сожру весь этот корабль, я не успокоюсь, потому что в этом состоит цель данного эксперимента. Все-таки я хотел бы понять, каким образом он это будет делать, и вообще сможет ли он все это проглотить, хватит ли в нем места. Вообще давайте посмотрим, тут должны быть контейнеры какие-то, куда он будет складывать все эти металлы, весь этот металл, который, ну, который он сожрет, назовем это так. Итак, посмотрим инвентарь. чё, кресло пилот. Так, подождите секундочку, чё-то тут не так, мне надо добраться до каких-либо рабочих частей, я имею ввиду, что до технического отдела, кстати говоря, про технический отдел данного корабля мы сейчас туда зайдем, это не здесь, туда сбоку есть вход, вот он, вот он скрыт так, в тенечке таком, а внутри тьма тьмущая как и нужно, чтобы было в животе у кракена, а здесь у нас очень много блоков, очень много водородников, и так, мне нужно посмотреть одну вещь очень важную, если здесь есть контейнеры, и если есть, то куда все это складывается, то есть, ну, если нету, то куда все это складывается, пока я не вижу ничего напоминающего контейнер, везде тут у нас реакторы, jump drive, о, вот он, контейнерчик большой, сейчас мы посмотрим, складывается ли сюда что-нибудь, нет, не складывается, вообще, пишите в комментариях, в творческом режиме, что-нибудь складывается в конвейер, если вы пилите, да, скажем, такими пильными головками, и складывается ли в инвентарь что-то, или не складывается, или бесследно пропадает, как, допустим, пульки бесконечные, вот, наверное, тут как бы все эти железки тоже какие-то бесконечные, ну, наверное, я не знаю, я не уверен в этом, вот, если так, то обязательно напишите об этом, а я сейчас выровняю корабль, чтобы он его поглощал как-то более правильно, а то, как-то он, блин, странно все это делает немножко, да, он там что-то пилит, но, что-то мне как-то этого мало, я хочу, чтобы он пилил по поле филиграну, более чисто и пожирал все это, вот, сейчас, ребята, уже, на полном серьезе, чувствуется, что будто бы все пошло так, как надо, ибо блоки реально начинают исчезать, то есть, он реально начинает все поглощать, как вы можете это видеть, просто что-то офигенное, реально, да, хватит мне написывать, и так, дорогие друзья, наш мав уже практически наполовину сожрал наш корабль, но вы бы представить, вы представить себе не можете, как это медленно происходит, на самом деле, но сегодня, так как экспериментальный выпуск, я все-таки добью это дело, я все-таки сделаю так, чтобы данный осьминог съел данную машину, это случится, и это случится сегодня, прямо перед вашими глазами, и потом я вам покажу, как будет происходить разбор внутренней части, ну, жилой части корабля, мы даже можем закрыть дверь, но нас это не спасет, ну, точнее, нас-то спасет, но корабль это не спасет, здесь вообще ничего не слышно, что самое удивительное, в хвостовой части корабля вообще не слышно то, что вообще снаружи все творится, так что, плюс звукоизоляция, отлично, здесь, вот здесь уже слышно, такие вот дела, что ж, я заново жму на паузу, и покажу вам кадры с интересных моментов данного события, итак, дорогие друзья, что мы видим, наш, наш мав пожирает, пожирает, какой же ты медленный мав, очень медленный, уф, насколько медленный, что прям, прям, не знаю, прошел уже практически целый час, дорогие друзья, а он все ест, и ест, и ест, я, я думаю, что я, к сожалению, наверное, не буду больше делать подобных видео, потому что скорость пожирания тут, ну, такая медленная, тут она такая медленная, черт возьми, медленная, он реально просто растягивает время, я реально оставил его, пошел заниматься делами, а он все еще, все еще пилит, все еще пилит этот чертов корабль, честно, сейчас вернусь в этот ангар, а, что тут происходит, а, понятно, тут уже гравитации нет, все, нафиг спилили, так, тут уже мы слышим, эти резаки, они добираются до внутренних частей корабля, внизу они уже добрались, вполне их можно увидеть, с внутреннего аракурса, скорее бы они эту дебильную лестницу спилили бы, пы, блин, ой боже, залетел случайно, да что ж такое, блин, не хочешь залетать, а залетаешь, там как школьница, так, так, блин, ну, как мне теперь вниз-то, фух, попасть, попал, попал, и здесь уже мы можем увидеть, что все, эти самые, рты, так сказать, рот нашего, осьминога, режет, кромсает, и дальше кромсает, ну, и после небольшой паузы, я уже, наверное, покажу, как корабль весь сожран, скомкан, и так далее, хотя нет, я вам покажу, как я делаю это все, то есть я открываю этот рот, и начинаю хавать эту штуку, эту эгрозепку, точнее, эгрозепу и хавать вот это все, мы нажимаем на двоечку, раскрываем верхний рот и нижний рот, как мы можем видеть в этой форме все, единственное, в чем минус, он кренится, когда он его ест, то есть вот, неровно его ест, а вот кренится, мне приходится его поправлять, вставлять ему в рот, все это, чтобы он хавал это все дальше, так, поворачиваем это вот таким вот образом, чтобы все ровненько было, и потом, наверное, мы все-таки захлопнем пасть, да, мы нажимаем двоечку и вот это, и сейчас будет дальше, то есть пильная такая история, пильная серия, я надеюсь, теперь дело пойдет быстрее, в идеале я должен сидеть, конечно, в кабине и все время пододвигаться вперед, чтобы вот всего этого не было, да, всех этих манипуляций не совершать, но поверьте, сидеть в кабине и не видеть элементов пожирания корабля, это скучновато, согласитесь, лучше, конечно, находиться в эпицентре, в пасти кракена, ну что ж, после небольшой паузы мы увидим, как весь этот корабль будет сожжен, надеюсь. Итак, идет тотальное пожирание нашего, нашей зеры, нашим мавом, и осталось уже совсем мало, дорогие друзья, буквально некоторые, несколько секунд, и, точнее, ну для вас несколько секунд, а для меня, можно сказать, что даже может быть полчаса, пока эта штука будет сжирать это все, но я просто решил показать этот кадр, потому что здесь столько блестящих эффектов, красивых, так как большая площадь этих самых пильщиков соприкоснулась с блоками, и они одновременно все пили, и считаю, что все это было бы более эффективно, если бы большая площадь соприкасалась бы как именно в этом случае с этими самыми резаками, тогда этот процесс длился бы очень быстро и эффективно, но так как сейчас мы имеем дело с разными формами, с разными крышнями и щупами, такие, такие дела, поэтому происходят такие элементы, ну что ж, скоро мы вернемся и обглодаем наш кусочек от зера. Итак, дорогие друзья, мой эксперимент немножко зашел в некий такой тупичок, потому что тушка нашей зеры полетела далеко, далеко, сейчас мы ее догоним, а дело в том, что пока мы распиливаем корабль, он уменьшается, и в нем отключаются гасители соответственно движения и всего остального, боже, вот что осталось от нашего обломка, и он начинает улетать, и его практически невозможно захватить и пилить, по этой самой причине такая вот фигня у нас получается, даже зацепиться мне не за что. Так, ну-ка, ну-ка, я хочу пройти вот в этот отсек, который еще у нас сохранился, с движка, то есть с этими, с гипердвигателями и с этими самыми как-то, с, ну, с генераторами, да. В остальном, в принципе, я считаю, что эксперимент не совсем удался, потому что применять Мава в вооружении нельзя, потому что он будет оставлять от кораблей целые осколки, обломки, и, короче, это не очень хороший вариант. Теперь нам еще надо Мава найти. А, вот он, Мавчик, вот он, так, сейчас мы до него долетим, и попрощаемся. На сегодняшний выпуск, я надеюсь, вам все-таки понравился, и данный, скажем, формат, надеюсь, будет поддерживаться вами, потому что всем вам интересно узнать какие-нибудь эксперименты. Напишите мне в комментариях, какие у вас есть идеи по поводу того, какие эксперименты можно проводить в инженеров. С физикой, там, не знаю. Но давайте обойдемся без таких, так скажем так, глупых экспериментов, как, а что будет, если пробуриться до центра земли, до центра земли или до центра луны и пробуриваться, ребята, я не буду, потому что это делали уже все к унилению, и уже все знают, что там находится, и чего там нет. По этой самой причине проходить путь 20 раз туда-сюда не буду. Ну, а так-то я надеюсь, что вам понравилось. Если вам понравилось, ставьте лайки. И с вами был Лурный Мур. До скорых встреч, дорогие друзья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok